Здравствуйте, с вами снова Александр. Я сегодня вам расскажу об одном из самых любимых моих лично кресел в категории 2.3. Я ни в коем случае никому не навязываю свое мнение. Я говорю вам то, что нравится мне. Эта модель очень сильно. Сегодня я вам о ней расскажу. Это кресло категории 2.3, напомню. Это с 15 кг до 36 кг, где-то с метра роста и до уже пока кресло вообще нужно будет. Это компания Concorde, трансформер XT называется модель. Это топовая модель в линейке Concorde в категории 2.3. Вообще Concorde достаточно интересное кресло делает. Я думаю, что эта модель одна из самых интересных, со своими интересными фишками. Поэтому сегодня я вам об этом всем расскажу, покажу, как его крепить, как им пользоваться, да и вообще свои впечатления. Собственно, вот оно перед вами. Как оно выглядит, вы можете сразу оценить. Мне понравилось это кресло тем, что оно очень-очень вместительное и у него шикарная посадка. На рынке 2.3, группы 2.3 в детских креслах много моделей. Но чтобы была прям вот посадка такая, как здесь, это вообще как трон, я считаю. Вот, это редкость. Поэтому вот большой плюс сюда, на мой взгляд, этой модельки можно сразу прикрепить. Ну ладно, перейдем к изучению. Сразу скажу вам про ткани. Это вообще немецкий бренд и немцы обычно всегда делают какие-то особые, дорогие, хорошие ткани. Но, к сожалению, Concorde, вот здесь все супер круто, кроме ткани. Не, не могу сказать, что она плохая, но она немножечко хуже, чем прямые конкуренты. Немножечко она не дотягивает. Она приятная, все вроде бы классно, мягенькая, но я себя поставлю рядом других немцев, она будет чуть-чуть менее, чуть-чуть более грубоватой такой. Ну, наверное, зато более износостойкая. Вот, единственное, что у меня к вопросу к этой модельке есть. В чем вопрос? Вот, во всем остальном, без вопросов. Про ткань рассказал, теперь давайте посмотрим, что она из себя представляет в плане посадки для ребенка. Вот с этого ракурса вам будет лучше видно, как здесь расположены подлокотники. Подлокотники расположены четко под локтем. И они не условные для фиксатора ремня, а полноценные для того, чтобы ребенку было удобно. С этого ракурса, посмотрите, будет видно, как сам ребенок сидит. Например, мы регулируем его по высоте, когда оно растет и в ширину. И по мере роста ребенка, ребенок не только вверх, но еще растет. Поэтому здесь возможность этот момент учли. И вот в этом месте сделали специальную выемку, чтобы ребенок спокойно сел и руки положил на локти. Это очень удобно. Мы много детей мерили, смотрели. Ну, реально круто здесь сидит ребенок. К посадке претензий вообще нет. И что интересно, смотрите, здесь сзади кнопочка есть. И внутри модель XT, она этим, в том числе и этим, тоже отличается от более младших моделей. Здесь стоит такой гидропривод, который регулировку это осуществляет, по сути, за вас. Смотрите, я нажимаю. Я сам рукой не поднимаю. Он поднимает ее за вас. Это очень круто. Также особенностью этой модели является то, что ее... Во-первых, здесь система Isofix используется. Давайте сразу пристегну. Щелчок, щелчок, все отлично. Эту модель можно немного наклонять. 2-3 категории этим обычно не может похвастать. Там только свободный ход спинки. А здесь можно... Смотрите, раз. Платформа осталась. Оно выехал. Опять же, гидропривод вот этот вот. Пневмопривод. Не знаю, как правильно его назвать. Он помогает выдвинуть ее вперед без вашего усилия. Просто нажали, она отъехала. И вот получаем наклон. Соответственно, задвигаем обратно. Все. Наклона нет. У этой модели такой вот жесткий каркас. Не отдельная спинка, а здесь все цельное. Это тоже очень хорошо. Кстати, что касается безопасности, сразу вам не рассказал. Здесь куча наград. Эта модель получила не очень высокие оценки. Единственное, она все эти оценки получала еще в 2009 году. Поэтому модельки, которые вот совсем вот только сейчас вышли, они еще тестились в 2015-2014 году. И в них кое-какие варианты проверки были добавлены. Там сбоку удары, по-моему, добавляли. Еще какие-то. Вот в этой модели этих тестов нет. Но на самом деле, я думаю, что она в любом случае не проиграет. Сейчас взять ее, проверить. Я думаю, она не проиграет остальным моделям ни в чем. Потому что очень хорошо сделана модель. Вот. Так, по посадке я вам рассказал. По креплению здесь используется обычный изофикс. Есть возможность наклона. Регулировка здесь по высоте. Вот вы видите, оно очень высоко поднимается. И это одно из кресел, которые реально надолго вы покупаете. Неусловно, там 7 лет уже ребенок не помещается. Здесь реально много места. Здесь максимально долго ребенок будет ездить в этом кресле. Также здесь, кстати, сбоку, как и в моделях, которые были адаптированы для краш-тестов 2014-2015 года, они еще в те годы позаботились о дополнительных вставках, патопанели здесь сбоку, которые гасят при боковом ударе энергию удара. Хотя в те годы не было тестов на боковые удары, насколько я помню. Могу ошибаться, но, насколько помню, не было. Поэтому об этом тоже побеспокойтесь еще тогда. Что касается крепления самого ребенка, давайте сразу посмотрим. Здесь классическая история. Вот так крепится ребенок. Как вы, взрослый человек, крепите себя в автомобиле, так же крепится ребенок. Обязательно ремень проходит через специальный направляющий. Он ездит с двух сторон. За этим следите. И чтобы ремень был обязательно под подлокотником. Это очень сильно важно. Иначе, если он уйдет сюда, он пойдет на горло ребенка. Попадет. Это допустить ни в коем случае нельзя. Что касается регулировки по высоте. Здесь должна быть голова, тут плечо. И расстояние от плеча до подголовника не больше двух пальцев. И желательно не меньше одного. Чтобы вы могли понимать, как именно отрегулировать его правильно. Вот. В принципе, все, что хотел рассказать. Рассказал в двух словах мое мнение просто про это кресло. Вначале я вам сказал, это одно из самых любимых моих кресел в категории 2-3. 15-36 кг. Оно безопасное. Оно очень качественно сделано. Есть возможность наклона. И зафикс. Куча интересных фишек, которые там помогают вам им пользоваться без усилия. Вот. Мне очень сильно нравится посадка. Это вот огромный-огромный плюс этому креслу. Ребенку здесь очень удобно. И даже, хоть и нельзя возить дневные одежды, но почти никто этого не соблюдает. В верхней одежде он здесь нормально помещается. Это круто. Поэтому, вот мое мнение по поводу этого кресла. Я очень рекомендую на него обратить внимание. Хотя оно одно из самых дорогих. Но, есть и младшие модели у трансформера XT. Они будут пару моментами упрощены. Поэтому, на них тоже можно смело обращать внимание. В плане безопасности они практически идентичны. Ну, убрали пневмодоводчики. Там изменились все изофиксы. Убрали наклон. Но, сама суть осталась та же основа. Поэтому, спокойно можете выбирать. И по младшей модели они такие же. Вот. Поэтому, добавить мне больше нечего. Если обзор был полезен, интересен. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Не понравился? Не ставьте лайки. Вот. И в заключении. Большое спасибо миру автокресел. За то, что предоставил на обзор эту мою любимую модель. Автокресло. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора автокресла для вашего ребенка. Всего доброго. До свидания.